В новосибирской подземке прошло необычное представление. Бой банальности и серости объявили молодые ребята. В качестве орудия борьбы использовали крюки, загнанные под кожу. Не обошлось и без элементов стриптиза. Правда, оголились герои нашего времени лишь по пояс. Парадокс этой ситуации в том, что свидетелями зрелища стали не приглашенные гости, а люди, которые ехали по своим делам в вагоне метропоезда. Так что смотреть пришлось всем без исключения, ведь в тоннели не сойдешь. Так что же случилось на Держинской линии метрополитена? Культурный перформанс или акт извращения? В опросе разбиралась Ксения Бородкина. Обычный субботний вечер, вагон метро. Но неожиданно молодые люди обнажают торс, надевают маски, протыкают кожу металлическими крюками и подвешивают себя за поручни. У этого видео уже тысячи просмотров в интернете. Участники акции спустились в Новосибирскую подземку на площади Гарина Михайловского поздно вечером, за час до закрытия метрополитена и прошли к вагонам метро. Никакого подозрения у сотрудников полиции они не вызвали. В подвешенном виде они проехали под Держинской ветки метро до станции Березовая роща. В подвесе участвовали три человека, остальные поддерживали морально. Один из трех ребят в маске – Василий. Для него это был первый опыт. Без тренировок и подготовки. Организатор и идейный вдохновитель акции Александр Казаков. Он собрал единомышленников из Кемерово, Томска и Новокузнецка. Уверяет, так они решили разнообразить серые будни горожан. Мы просто преподнесли людям свою идею, что мы можем, что в принципе никто не ограничен. Да, это своего рода нарушение закона, в принципе морально-этического, что людям неприятно видеть это, как человек висит в метрополитене. Но мы тоже об этом подумали, позаботились. Мы не настолько уж и сумасшедшие, чтобы там посреди белого дня заходить в метрополитен и шокировать кучу народу. Нет, мы выбрали более-менее тихое время, что под самое закрытие, в принципе там в самом вагоне, как в вагоне, так и в общем составе находилось не более 10 человек, кто именно вот просто ехали в метро. Кстати, метро частенько становится местом различных флешмобов. Так, в начале января в московскую подземку спустились люди без штанов. Такие акции не запрещены законом. Зато руководство метро это не поддерживает. Сразу после действия новосибирских экстремалов на сайте разместили официальный комментарий. По мнению руководства метрополитена, действия участников акции подвешивания можно рассматривать, как потенциально травмоопасные для самих участников акции. Поэтому руководство метрополитена не одобряет проведение подобных акций в зоне повышенной опасности. Впрочем, осуждений хватает и со стороны горожан. Видео и фото новосибирских подвесов получили несколько тысяч комментариев в сети. Ребята не стесняются делать то, чего стесняются остальные 10 тысяч других делать. Люди и не на то пойдут, дабы избавиться от эмоциональной литургии. Вы люди безумные. Ну, по крайней мере, в старости будет что вспомнить. Честно, мне неприятно и кажется отрочительным. Куда психиатрия смотрит? Люди явно больные на голову. Что же будет дальше? Я просто в шоке. Нет слов. В подвале бы каком-нибудь прокалывали себя и висели, как мыши летучие. Хоть всю жизнь. Мне-то зачем тошноту вызывать таким видом? Каждый со своими интересами. Но зачем это делать в метро? А если там дети или просто слишком эмоциональные люди? Зачем пугать? Мнения насчет этой акции разделились и среди экспертов. Одни считают, что это пиар. Привлекают внимание к подвесам, чтобы потом сделать это платным аттракционом. Другие предполагают, что это проявление психических расстройств. Люди, которые этим занимаются, реализовывают некоторый процесс отреагирования внутреннего напряжения. Посредством подвешивания на этих крюках они как будто погружаются в такое специфическое состояние. И это можно назвать самоповреждающим поведением. То есть аналоги этого, например, как некоторые подростки режут себе руки. То есть они не пытаются с собой покончить, они режут руки и смотрят на кровь. То есть смыслом даже является не боль, например, как в мазохизме. Хотя это может быть и как вариант проявления мазохистического поведения. А вот участники акции уверены, такое направление будет набирать популярность. Они и дальше будут шокировать общественность. В планах расширить количество участников и осваивать новые места города. Ксения Бородкина, Алексей Зубила. Итоги недели.